Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Всем привет! Меня зовут Ведьмак, продолжаем играть в Hand of Fate 2. В предыдущей серии мы прошли с вами испытание правосудия на золото. Сегодня у нас новое, которое называется Повешенный. Не знаю, я еще на него не смотрел даже, понятия не имею, чего оно означает и чего от него рассчитывать. Итак, север вторгся в земли империи, а имперской армии не видно. Опередите Орду Северян на пути в столицу и эвакуируйте как можно больше деревень. Нам нужен здесь показ расклада, чтобы посмотреть и найти мирных крестьян, которых нужно спасти. И повлиять на умы крестьян можно разными способами. Станьте специалистом в любом из них, а лучше во всех. Гамбиты у нас будут. Гамбиту! Понял вас? Давайте возьмем нашего любимого Кратоса. По встречам. Волс мертвецов. Искупление Кратоса. Это что такое? Незаконный обмен. Переход по пустыне. Защита от налетчиков. Телескоп куча. Но куча, это мы все еще не прошли. Лесоруб. Кошка. Чего мы тут еще с вами навидяли? Переговоры с ворами. Что владычица озера? Что вот этот парень? Давайте его возьмем. Он наиболее адекватен. По снаряжению. Тут нам тогда что-то влияющее на гамбит. Но оружие нам в любом случае не влияет на гамбит. Давайте посмотрим, что за бич труса. Нам еще это не попадалось. И интересно, бич лучника можно качнуть. Опаленный клинок. У нас не было еще. Этого мы не видели. Этого мы не видели. Снаряжение у нас, к сожалению, ограничено. Воля северянина. Не знаю, что это. Но давайте попробуем. По броне. У нас тут броня, по идее, влияет на гамбиты. Например, вот этот имперский доспех влияет на карты. И вот это, либо вот это можно надеть при желании. Ну и кольцо игрока. Вообще обожаю эту карту. Теперь берем здесь кольцо. Нет, не кольцо. Вот эта штука. Путь судьбы. Помятый шлем у нас еще не прокачался. Давайте его возьмем прокачать. Ну и давайте молоток рабочего ради разнообразия. Почему бы fucking not. Продолжить. Начать. О, какая-то серная карта. Ииээвэл. Северные племена... А, вести о войне. Северные племена собрались и готовятся вторгнуться на территорию империи, восклицает Кратос, бегая в таверну. Широко известно, что основные силы имперской армии находятся на юго-востоке, занимаясь покорением новых стран во славу империи. По всей области раскиданы десятки крошечных деревень. Они находятся под защитой имперских фортов, расположенных вдоль основных торговых путей, но без подкрепления эти форты долго не продержатся. Приходится принять за данность тот факт, что империя не успеет вовремя отреагировать. Сотням ни в чем не повинных людей угрожает смертельная опасность. Какой, блин, красноречивый Кратос у нас нынче, да? Хватит, короче. Империей правит разращенный кровожадый безумец, заявляет Кратос, но его подданные не задерживают такой... не заслуживают такой участи. Нужно предупредить их. Кстати, я так понял, что Император здесь это Калос, а Калос это герой первой части игры. Я это знаю, его имя, потому что я профинансировал на Kickstarter игру Hand of Fate or Deals, которая, в общем-то, и посвящена испытаниям Калоса. Там так называется. И, в общем-то... Оттуда я это узнал. Че это такое? Я узнаю в несколько местных деревень. На тех поселениях, которых мне никогда не доводилось бывать, здесь гораздо больше. Ух ты, ёпта. То есть они будут на меня, наверное, двигаться постепенно, да? 0 из 10 деревень спасено, 0 деревень потеряно на золотой, да? А мы можем это заюзать? Когда вы добираетесь до лестницы, все встречи скрывают... А это вот так работает, да? Понял, зря взял. Тропа выводит вас к уединенному имперскому форту с видом на разбитую дорогу. Когда вы приближаетесь, из форта выходит большой отряд солдат и следует в вашу сторону. Однако, к удивлению, они не обращают на вас никакого внимания, кроме того, что отталкивают вас с дороги, чтобы провести свою попуску с припасами. Капитан не в настроении, чтобы разговаривать. Он подгоняет своих солдат на юг, столицу, подальше от северных гор. Форд стоит в полной тишине. Его большие деревянные двери остались открытыми. Посмотрите, Форд. Блин. Вот это бросок! Бросок победы просто. Да-а-а. Ну, судьба нам сегодня не благоволит. Форд заброшен, здесь нет ничего ценного. Все пидоры. Опа. Там все сгорело, да. Мирная деревня. С главной дороги открывается вид на мирную деревушку. Посетить деревню. Когда вы выходите в деревушку, несколько фермеров с интересом смотрят на вас. Посетить магазин у меня... Ну ладно, давайте, может быть, денег. Во, они дешево продают еду. Берем. Предупредить жителей о наступлении северян. Вы обращаетесь к толпе местных крестьян, собравшихся возле деревенского колодца. Оставить свой урожай для них кажется безумием, но вы пытаетесь убедить их покинуть деревню. Если мы уйдем, нам не хватит еды, чтобы прокормить наши семьи. Кричит из толпы лавочник. Этот так называемый герой только что обчистил мои полки. Я за них заплатил, я считаю. Ого. Не имею ни малейшего понятия. Ну ладно. Несмотря на ваше предупреждение, люди отказываются покидать свою землю. Буквально на прошлой неделе я продал пару черепак солдатам из форта. Говорит круглодица мужчина. Они будут здесь менее чем через день. Если северя не посмеют, то пейстенес. Много, много. Так. В той деревне похоже пипец. Ветхий мост. Ну, давай попробуем. Ого. Опять эти гребаные карты. Вам везет, мост выдерживает, и вы благополучно перебираетесь на другую сторону. Только я не дойду до деревни. Ее сожгут к херам. Ага. Жольты и жуки. На золото иду. Желтые грибы. Не ты! Желтые перья. Отлично. Когда вы добавляете еще кое-что, перья свет желтый, смесь начинает светиться очень ярко желтым. Сияние заливает всю комнату. У вас получилось! Зволнованный алхимик распахивает глаза. Магнум опус! Алхимик металлическими щипцами поднимает горячую мензурку и осторожно выливает содержимое в бадью с водой. Вода тут же вскипает, и комната наполняется паром. Возьмите это, говорит он, жестом укаживая на ведро. А оно не слишком горячее. Вы опускаете руку в воду и нащупываете крупный золотой самородок, который превратилась в смесь. Ого, я алхимик. Ну я специально хотел золотишко поднять. Алхимик горячо благодарит вас за помощь. И возвращается к своей книге, разговаривая с сам собой. Эликсир жизни так мне не дается. Какого цвета он может быть? Красного, видимо. Я же не знал, что нужно эликсир жизни создать. Может я, конечно, невнимательно читал. Так, биться будем. Орда. К нам приближается группа северян налетчиков. Сражаться. Это же разве Орда? Вусемь тел. За Орду. Сильваны на вас нет. Молоток рабочего. Но против северян молоток, наверное, не очень. На следующий раз, если буду проходить этот квест. Возьму оружие одноручное. Ух, колотуха. Есть оружие утонченное. Есть оружие для ловких искусных рук. А есть вот это вот. Вот это вот. Куда-то сжги. На нах. Зато влетает неплохо за удар. Не выдумывай. Ой, он умер. Тварь. Бум. Чё-то маловато влетает. Всего двора. Двойной урон всего лишь. Кратос, сжги. Я же за него за километр стоял. Не важно. Тварь какая-то ещё там швыряется. Я тебе швырну, мать твою. Бум, бич. Их тут много, этих швырятерей. Швырятерей. Сычонок. Да бить его молотком. Ну, тварь. Засадил просто. В башню утупую. Эм. Один раз по глупости. Получил по башке. Возможно, вы смогли спасти жителей невинных граждан империи. В смысле, возможно. Они откатились, да, назад. А они типа скажут. Да, насрань, говорит. Местные жители выбегают, чтобы поприветствовать вас. Они даривают вас тем, чем могут. В знак благодарности за спасение их деревни от ужасных северян. Спасибо. Показать встреч. Выход, да, показать. Вот класс-то. Люди расходятся, чтобы собрать необходимые вещи, прежде чем покинуть деревню. А. Я одну спас все-таки, да? Давайте попробуем. Может быть, их задержать. Прям в деревню войти, пока там... Блин, это больно. Шаманка. Шаманука. Шамануки. Ну, давай. Кратос, жги. А я пошел бить шаманку в лицо. Что происходит? Есть контакт. Руби, Кратос, руби. Падают они просто, как деревья подрубленные. Ой, тут странно. Это райной, точно. Жаль, нельзя их спихивать с обрыва. Как в Дарк Соулсе бы. К сожалению, молотом нельзя контратаковать. Тыдыщ! Ай! Не нажал. Не нажал. Да, блин, что ты его не зацепил-то, ну? Сейчас, блин, сбил ему удар и все. Не-е-е, тормоз, Кратос. Почему он единственный из всех северян таскает каких-то 4 или 5 там ножиков коротких кукрий, а не нормальное оружие? Возможно, вы смогли спасти. Возможно. Посетить деревню. Посетить магазин. Купить еду. Дубль 2. Ну, это слишком быстро. Подожди, зачем я это сделал? О, лагерь северян покинут. Остались только брошенные палатки, украшенные странными цветными знаками. Здесь нет ничего ценного. Печально. Вот, сейчас мы их атакуем, и тогда, возможно, люди уйдут. Биться! Ох-ох, ни хера себе. Там толпа. Вот это опасно сейчас. Возможно, меня убьют. Оружие не очень подходящее. А он всех отоварил немножко. Тихо. Тихо, быдло. Да, правильно, правильно, бей ее. Она самая противная. Уходи, сука. Ладно. Сейчас мы ей навки дышим. Нас валят. Ну, опять увороты, блядь, в никуда. Ну, что за говеные увороты в этой игре, а? Кого ты бьешь? Вот это бей. Ратос там отвалился. Ё-моё. Баллистов. Баллистов мочим. Не того ты ударил. Зачем ты его ударил? Кто тебя просил? Так и быть. Прикончу тебя. Сучонок. Защищай своих. Ринджей, смотри-ка. Что, голова заболела? Вот беда-то, да? Опа. А, его свалили. Что же происходит? Чуть-чуть осталось. Один что-то там стоит. Просто забил на бой, говорит, я буду стоять просто. Ничего не делать. Ну, на-то, да. Заколочу тебя. Паладинским молотком-то. Ушел в камень. Обиделся, видимо. Так, теперь-то вы уйдёте. Отлично. Прилечили меня. На фул практически. Деревня спасена. Хорошо. Ладно, уходим отсюда. Надоело что-то. Да, спасибо, что посмотрел. Попытки опередить приближающуюся армию. Вы идёте до поздней ночи, а потом снова отправляйтесь в путь на рассвете. Жёсткий-жёсткий я. Ага. А где остальные деревни, мы не знаем. О, дай, молот. Я же не молот взял. Секундочку. Продолжим. Чтобы открыть жетон на молотке, надо ударить сильным ударом перцев, применяющих блоу. Ясно. Не этим молотком, видимо. Так, что нам делать с этими ножами? Взять, не взять? Да, давайте попробуем. Давайте попробуем. Угу. Мы как раз дошли до финала. Кстати, сколько у нас еды? Так, нет, нам нужно продолжать движение. Спасать деревни там. Вот это всё. Одной, похоже, пипец деревни. Хм. Попробуем спасти, не знаю. Улицы, по которым вы проходите, затихают. Матери цыкают на детей и затаскивают их в дома. Несколько фермеров замолкают и настороженно смотрят на вас, когда вы проходите и здороваетесь. Нашу деревню редко посещают незнакомцы, признается один. Но ты можешь поговорить с отчельником, если хочешь. Вас ведут к маленькой лачуге, притулившейся на крае деревни. На полу хижины, скрестив ноги, сидит всколокоченный старик, напевая под нос странную мелодию. И его единственный глаз дико смотрит на вас. Спросите о чём-нибудь. Отчельник перестаёт напевать и открывает единственный глаз, чтобы рассмотреть вас. Вскоре он снова закрывает глаз и продолжает напевать. Чё? Чё-то пипец, как-то криво получилось. Ну, хер с тобой, напивай дальше. Значит, вы умрёте. Чё я могу ещё вам сказать? Ну, всё, то и деревня пиз... Они умрут. А я грибфрут. Несколько часов пробул... Ну, это котик. Давайте покормим котика. Твою мать. Повезло. Бродячий котёнок заблудился в моих чашомах. Могла и читана. Я покажу тебе одну дорогу. Вслед за ней вы поднимаетесь на холм, и с этой точки становится видна тропа. Мой котик носится там как бешеный. Когтями гримя. Так, всё, пиздец, деревня. Ничего не сделаешь. А это что такое нарисовано? А, ещё одна мирная деревня. Давайте попробуем её спасти. Посетить. Магазин. Купить еды. Еды-то нихера не осталось. Я даже не заметил. Предупредить. Ну, тут всё то же самое. Видимо, придётся биться опять. Нет, повезло. Люди расходятся, чтобы собрать вещи. Отлично. Всё, пиздец, деревня, да? Моя кошка там. С ума сходит. Орда. Так, давайте мы не будем биться. Ой, я в горящий лес пришёл. Ну, такси, такси. Так, чё делать-то? Надо... Если я этих победю, деревня с отшельником там будет странно. Ну, ладно, давайте попробуем. Срежаться с ними. Шаманов 33 тысячи. Как я буду убивать одного шамана, пока меня второй... Пока её второй лечит? Это же странно. Ну, что-то попробуем. Не знаю, чё из этого выйдет, конечно. В ТМП. В ТМП вальса. Такие стрёмные. Напоминают... Сикачи мясника из Диабла. Бич труса. Пока во мраке бродили воры и убийцы, на свету делалось оружие, призванное от них защитить. Ну, я понимаю, конечно, что это оружие несколько не для северян. Но вдруг норм пойдёт. Сука. Грёбаные болосы. Где она? Не уйдёшь от меня. Нихера себе я влетел. Так, Кратос там отхватил. Мне не до него немножко. Где Кратос? Ладно, давайте его поднимем, чтобы он немножко в смуту вносил. В ряды, так сказать. Сука. А, я не могу их утаки... Атаки отбивают... Контраатаковать. Потому что... Сильные, видимо, слишком. Не знаю. Да, не получается. Контраатаковать вообще. Зато я могу так делать. Дикие атаки. Я примерно 36 дэмэджи наношу за то же время, пока один раз бил молотом. Если честно. Пизда, блядь. Остались только эти лучники драные. Ну, я тебя отоварю, падла. Сука. Остался последний пес. И вот задолбал, ну. Секундочку. Так. Этих я спас, типа. Лагерь. Здесь ничего... Почему нет никогда ничего ценного в этих лагерях? Посетить. Так. Рассказать о приближении северян. Мистик внимательно смотрит на вас единственным глазом, когда вы рассказываете ему об ужасе, который на них надвигается. Баги дадут нам знак! Кричит старик, поднимая руку и указывая на птицу, сидящую на ближайшем дереве. Если ворон полетит на север или юг, значит нам необходимо будет покинуть деревню. Слушай, я, похоже, ту деревню-то мог спасти или чё? А если на запад или на восток, мы должны остаться. У кошки включился режим хулиганства. С диким воплем старик кидает в птицу камень. А почему здесь мои кости? Сука, ну вот это я кинул, так кинул. Так, Кратос, давай кости. Да сука! Вот только у меня так может получиться, блядь. Да и горите в аду, суки тупорылые! Мы остаемся! Пиздуй, блядь! Я валю нахер. Мракобесные, вонючие. Ладно, на самом деле я не остаюсь. Если не валю... Сейчас. Я просто назад схожу. У меня, в принципе, есть возможность. Тупо. А теперь двенадцатина. Но теперь у меня нет кости лишней, да. Замечательно. Четыре империи, ой, четыре деревни спасено. Пришло время уходить, заявляет мистик. Боги сказали своё слово. Дебил. Вонючий. Вонючий старый пердун. Говна. Ветхий мост. Перейти. Сэсно перейти. Куда деваться-то? Мне насрать на тебя. Чё бы ты там сделал? Дурак в капюшоне. Ты проиграл Каласу, так что пошёл в задницу. Ты вообще не можешь говорить. Так, посетить деревню. А, опять, что ли, этот чёрт? Глазастый. Ну, давай. Четырнадцать. Мне перекинуть только эту. Выкинуть больше, чем тройка надо. Хорошо. А, к этой деревне спасли. У меня, кстати, еда кончается. О, ещё деревня. Опа. В деревне проходит фестиваль. Моральный дух жителей деревни очень высок. Они поют, танцуют и играют во всякие игры. Ну, давайте рассказать историю с моих приключениях. Вы выбираете тенистое местечко и начинаете привлекать внимание толпы. А, ясно. Я думал, может быть, это как-то упирается. Та ну нахер! Даже вообще париться не буду. Читать, то есть, говно. Там не было этого. Провала. Вы попадаете в самый центр мишени, все ликуют и получаете славу. Опа. Имперский доспех. Хорошо. Так. Предупредить жителей. Жители городка скептически относятся к вашим заявлениям. Вас не беспокоили, варвары, когда вы сюда пришли, замечаясь старик из толпы. Пидеры. Гнойные. Чего они такие тупые? Вообще все люди тупые, на самом деле. Ненавижу людей. О, веселый лесоруб. Ну, к сожалению, столько денег у меня нет. Чмозавр. Что, у меня в последнее время бесит? У меня какой-то тон стал совсем идиотский. А-а-а-а. То есть, вот оно что. Ну, ладно. Я вообще хер знает. Ну, и говно. Так, секундочку. Прошу прощения, я тут заделался хлебопеком. Пеку, понимаешь, хлеб. Так, еда мне нужна. Не с кем торговать, да? А, блин, понятно. А я могу ничего не делать. Нахер я с ними бьюсь? Объясните мне, пожалуйста. Что я отвлекся и все уже, и все неправильно делаю. Делаю. Мне надо было отступить, тогда невозможно бы. Подошли к деревне, мы смогли бы убедить жителей. Так сказать, активным путем. Просрал. Ульту. Вот это я понимаю. Это не та баба. Она меня сейчас убью тут. Такими темпами. Да я ни хера не понимаю, что происходит вообще. И она сразу телепортируется. Стоило мне ее найти, начать бить. Проститутка. Нет. Ну дебильные же у вороты. Говна. Звон такой пипец. На. Посадил на нож. Я нажал эту вонючую кнопку. Эм, он все еще выжил. Вот кусок. Надавал, блин. Так, там моему братюне нехорошо. Ему вообще плевать, походу. Ну так себя отыграл. Прямо скажем. Могло быть и лучше. Возможно, спасли. Мне же этих дебилов сейчас защищать. Имперский форт. Внезапно. Давай осмотрим форт. О, хорошо. Что дают? Форт заброшен, но вам удалось добыть припасов. Муааа. И токен почему-то получили. Странно. Ну ладно. Посетить деревню. Рассказать историю о ваших приключениях. Еще раз попробуем. Это чит. Каждый гребаный раз они подменяют большой провал. Точнее большой успех большим провалом. Это просто чит-код. Меня уже подбешивает это говно. Ненавижу вообще карты. С первой части еще ненавижу выбор этих карт. Вонючий. Наконец-то. Слава яйцам. Толпа зачарованно внимает каждому вашему слову. Сухи, слушайте. Когда вы рассказываете о впечатляющем завершении своей авантюры. Одна из девушек падает в обморок. Остальные слушатели... Да-да-да-да. Валите нахер отсюда. Че? В смысле, они насрали что ли? Я чуть не догоняю. Ну ладно, придется ждать, пока они не придут. И спасать их уже так. Пока фермеры испуганно переглядываются, к вам подходит большой мускулистый мужчина. Я Вистрот, и я здесь деревня главный, говорит он. Мы уже давно не видели ни одного северянина в этих краях. Как по мне, так ты лжешь. И мы не собираемся покидать свои дома по одному только твоему слову. Несколько фермеров колеблятся, но возражать никто не решается. Вистрот явно пользуется здесь большим авторитетом. Если не собираешься заказать выпивку, тогда иди лучше по добру, по здорову. Драться? Убери ты от свой тролльский тесак, говорит Вистрот, остраняя рукой ваше оружие. Если хочешь возразить мне, у нас есть более цивилизованные методы. Вистрот ведет вас и жителей деревни на улицу. Дерево с прибитой к нему дерев... А-а-а, серьезно? Ну, попал, допустим. Ваш топор попадает точно в мишень. Неплохо, говорит Вистрот. Что ж, я обдумаю твои слова. Вистрот подзывает нескольких мужчин и говорит им немедленно отправиться на север и разведать там обстановку. А остальным жителям деревни он приказывается, готовится к отбытию. И чего? Это мы спасли их или не спасли? Я что-то не очень догоняю. Видимо, да, она потухла, да? Правильно понимаю? Ну, типа, окей. Идем домой. Продолжить. Вроде бы по две деревни на каждой локации. Поэтому... Вот это вот интересный расклад. Ну, идем в эту сторону, я думаю. Мерик. Мерик отдыхает за одним из своих верблюдов, лежащих в пальмовой роще. Сухое тепло приходит с запада. Забирайся и указывай путь, говорит он, бросая вам карту. Уж, прости, что забрал ее у тебя, но в наши дни не стоит слишком доверять людям. Карта сокровища. И чего? Вы останавливаетесь, чтобы свериться с картой, найденной при набегах на караваны. На ней обозначены пути, которыми ходили через пустыню купцы, торговавшие с другими народами. Чего? О, жесть. В пустынях много забытых троп, но искать их отваживаются лишь самые подготовленные или самые отчаянные. Ясно. Мирная деревня. Посетить. Так, это с дебилом, да? Так, ты что, пес, что ли? Ну, это мне надо 5 выкинуть. Ну, давай попробуем. Сильно сомневаюсь в этом, конечно. А, 6 выкнул даже. Отлично, повезло. Повезло. Уходите. Союзники по неволе. Вдали от цивилизации в лесах вас неожиданно окружает отряд эльфийских воинов. Какой целью вы осмелились нарушить границы нашего королевства? Спрашивает один из них. Отовсюду в вашу сторону направлены стрелы. Вы предупреждаете эльфов о приближающейся армии северян и высказываете предположение, что им лучше бежать в безопасное место. А, человек, сухмыл, как говорит эльфийский воин, мы уже знаем о наступлении твоих буйных сородичей, и нигде не найдется места более безопасного, чем наш родной дом. Не бойся, люди, которых ты называешь северянами, не настолько глупы, чтобы идти в лес. Для них это значит встретить верную смерть, замечает эльф сухим тоном. А если у тебя нет других вопросов, тебе лучше уходить. А можно мне покушать? Прости, но ваш род принес нам много горя и разрушений. Нам нечего тебе предложить, но если ты не уйдешь, обещаю, смерть будет быстрой. Нихера ты злой. Так, пошли в задницу. Я исчез. Следуя невнятным каракулям на карте, выберите через пустыню. О, господи. Выменуйте пустыню благополучную. Хорошо. Ага. Форт. Осмотреть форт. Ты заткнешься там? Нет, я тебя не слушаю. Мне насрать, что ты говоришь. Ого. Кто-то я швыранул. Ого. Эльфы не поделились со мной едой. Надеюсь, их северяне сожгли к херам. Так, давайте их убьем, ребят. Нихера народу. Опять по два шамана сейчас стало в паках. Это очень неприятно, должен признать. Пиздец, блядь. Проститутка ты. Мррази. Покараю. Чего ты, блин, загораживаешь своим пузом этих проституток? Они тебя ненавидят на самом деле, не дадут никогда. Вошел в толпу, короче. Это что-то стоит, тупит. Задумался, походу. Так смешно выглядит это. Атака. Сломался Кратос. Получил. Эх. Просрал, считай. В пустую. Вот он, живучий. Ничего, я вогнал он. Нэ-нэ-нэ-нэ-нэ. Хе-хе. Миссерубка, а не человек. Это я стиками играю победную мелодию. Сломался. Пинк. Мирная деревня. А вот и мирная деревня. Посетить магазин, купить еды. Предупредить. Так, тут... Ох, е-мое. Ох, е-мое. Ну, понятное дело. Кто бы сомневался. Незаконный обмен. Вы встречаете оружейную карету Эсмеральды в переулках самого неблагополучного района города и просите показать товары. Она пинает панель под сиденьем и открывает секретное отделение с товаром. Опа-опа. Давайте опаленый клинок. Ага. Ага. Давайте возьмем. И чего? Может, заключим с дяволком? Говорит она. Она спокойно ведет вас к двери, звеня колокольчиками на платье и сует вам в руки снаряжение. Через считанные мгновения сюда наглянут солдаты и разорят мое респектабельное заведение. Вот это бери бесплатно, а я убегаю. Окей, как скажешь. Окей. Давайте попробуем. Против солдат все равно плохо работает. Подожди, а что там? Не имперский доспех, оказывается. Лошадей пугают повелительные крики эхом раздающиеся в переулке, и карета трясется. Ого. Хорошо, спасибо. Эсмераль торговка выталкивает вас со своей кареты в переулок. Вас со всех сторон обступают берские стражники. Слушай, а что у меня есть? Что-то тяжелое. Молоток есть. Давай молотком попробуем носовать. Тут как раз, кстати, надо тяжелым ударом сандалить для открытия токена на этом оружии. Воу, полегче. Ох ты, тварь. Он так неожиданно набегает от чертов генерал. Как чертик из табакерки. Выскочил, блин. Не надо. У ворот. Доджерол. Бум, бич. Подожжешь. Ага, Питер. Звучитерскую атаку замутил. Че тебе надо? Так, пойду резну Кратоса. Ты готов? Заряжен, нет? Ну, не того. Наведение, конечно, здесь с говна сделано и палок. Че ты набегаешь на меня? Мразь. Паучи. Тварина. Вот так. Припендюрил. Приятно. На душе это сразу становится. Возникли суматохи. Эсмиральда подстегивает лошадь и повысков трогается. Господи, что со мной? Уезжая, она мажет вам рукой. Малаклипсу привет. Вы осматриваете тела поверженных в поисках ценных предметов. Допустим, бичи лучника. Че это такое? Неубиваемость. При активации создают ауру, которая не дает вам погибнуть. Длительность 10 секунд. Ну, давай возьмем. Токен даже получен. Хорошо. Слушай, неплохая карта для получения ништяков. Так, давайте возьмем меч все-таки. Плюс 20. Так. С главной дороги открывается вид на мир... А, еще одна деревня. Вот это да. О, боже мой. Ну, давай. Нееет! Писта. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо-хо-хо! Обосаться как смешно, парень. Опять! Они подменяют эту карту! Это нечестно! Ну, понятно. Бестолк. Обосратушки, блин, называется. Так, здесь-то че? Подожди, а если я не куплю ничего? Тут полегче будет, потому что я не обчистил их магазин, да? Ей. А то мы спасли деревню. Ну, начинаем биться. За деревню. Сразу. Народу, конечно, поломать. Давай, давай, рещи, грузись. Меч. Огненный меч. Огня. Опаленный клинок. Инквизиция пытала Эквию за черную магию, а затем сожгла его на костре. Его меч сохранился. Поговорят, что он до сих пор в нем живет. Забыл, что мне можно контратаковать. Ну, естественно, ворот в никуда. Смешно тебе, шлюха? Где? Сгори в аду! Эй! Ты не выдумывай, давай. Тварь, ты умрешь! Огненный меч, стервы! Он то вспыхивает, то гаснет этот меч. Или он загорается после использования ульты? Видимо, да. И какое-то время еще может сжечь. Слушай, хороший меч. Что происходит? Балометчики остались, понятно. Ну вот тварь хитрожопая. Я тебе кину. Хороший меч, мне нравится. Особенно против северян. Жжечь их подлые морозные задницы. Лучше всего заходит. Так, теперь вы мне верите, не? Или чего? Местные жители выбегают. Бла-бла-бла. Мы их спасли. Можем болеть. Еще и полечили меня. Хорошо. А где 10-я деревня? Так, пустыня. Что-то тут нехорошо. Ой-ой. Вы сбивайтесь с пути и бла-бла-бла. Чего? Нахер они не сплющились. Я ухожу. Здесь больше деревень-то нет. А что я тут делаю? Какой отряд? Вот что за бред? Идем отсюда. С этой дебильной локации. Оно уже подбешивает меня. Столица. Нам столицу надо спасти или чего? А, искупление Кратоса. Серьвяне клана Ятрышника, узнав Кратоса, вопят от ужаса. Он шагает по деревне. На его лице нет гнева, лишь мрачное спокойствие. Бронекожий спутник. Враги наносят 50% меньше ровно спутник. Окей. Появляется скальца своим отрядом северян. Те, видя воскресшего врага, идут неохотно. Давай-давай. Набегай. Рагвир настороженно глядит на него. Мы убили тебя. Ты умер. Вы видите, как он машет рукой какому-то северянину, и тот готовится метнуть болос. Кратос обнажает мечи, из их клинков стекает пламя. Тогда присмотрись получше. Я больше не боюсь смерти. Такой, короче, хубана. Скальд Рагвир в смятении поднимает брови. Вот ведь да. Как-то он стрёмно выглядит, если честно, этот Кратос в шлеме. Довольно глупый, я бы сказал. Похож на какую-то бабушку. С буклями. Так, два шамана опять вонючих. А-а-а-а. Да, мы с тобой уже бились, ты чмошник на самом деле. Кратос жги. Куда ты делась? Я тебя не отпускал. И всё, и сразу исчезло. Вот шлюха. И это исчезло. Ну что за мразотные бобёнки? Стремные. Не того, что я хотел бить. Я ничего не понимаю в этой свалке. Но шаманки чё-то так херово умирают. Мне охотно, я бы сказал. Я даже не вижу, кто меня атакует, потому что слишком занят. Сука. Меня убьют сейчас, блядь. Другую. Я вам убрёт сейчас. Подожди, блядь. Кратос, отвлеки их. Да ты, блядь, откуда взялся на мою душу, блядь, пидрила? Затружали, сука. Вылазь здесь ниоткуда, блядь. Прошмондоиды. На нах. Ты ещё не умираешь, что ли? Проститутка. Так. Чё, злёгся, блядь? Встань. Давай мы добьём этих пидоров. Потом будем со скальдом разбираться. Ага. Ты не против? Отъехал. Отлично. Отличные увороты, блядь. Контратаки просто. А, я заторможённый. До этого убить? Блядь. У меня 20 хп осталось. Сука, шаманы? Нет! Блядь! Ты не можешь убить меня. Ну, а толку от того, что он не может убить меня, вообще никакого нет. Потому что я нихера тоже ему сделать не могу, пока это говно. Ну, а я, короче, зря всё это сделал, да? Бери его, Кратос, пожалуйста, сам. Ворот! Кратос, бей его, пожалуйста. Он опять кастовал на себя броню. Как? Какого хуя? Кратос! Какого хуя? Субтитры создавал DimaTorzok